Состояние водоисточников проверили сотрудники регионального МЧС в Биробиджанском районе ЕО. Согласно законодательству, муниципалитеты несут ответственность за наличие, исправность и обустройство мест заправки пожарной техники. В свою очередь, спасатели должны знать об их расположении. Здесь открывается кран, подается вода и заправляется машина. Как показал рейд, не везде состояние водоисточников соответствует нормам. Без проблем удалось заправить пожарные машины только в селе Птичник. Там имеется водонапорная башня и крытый водоем. А вот власти Волгейма для этих целей углубили в начале поселка Пронькино небольшой карьер. Буквально на днях глава сельского поселения предпринял меры по обустройству нового пожарного водоема. Мы видим, что в начале села Пронькино выкопан пожарный водоем естественный, но не оборудован до конца в соответствии с требованиями. Данный пожарный водоем не обеспечен табличкой, не обеспечен подъездом пирсом в соответствии с нормами. В самом селе в Желтом Яре состояние закрытых источников оставляет желать лучшего. Места для заправки оказались безводными или замерзшими. Спасает ситуацию река Бера, однако ее удаленность от жилых домов повысит время тушения пожара, а значит уменьшит вероятность спасения от огня имущества граждан. «Прибывая на пожар, емкости автоцистерны хватает примерно где-то минут на 10 работы. И поэтому важно иметь исправные водоисточники для быстрого пополнения запаса огнетушающих веществ и для дальнейшей успешной декадации пожара с минимальными материальными потерями». По итогам рейда пожарная инспекция подготовит акт, который отправит главам администрации и в прокуратуру. Для снижения показателей неисправных гидрантов сотрудники МЧС продолжат работу в данном направлении и готовы оказать методическую помощь органам местного самоуправления.